Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. КОЛОССЯН Откройте со мной, пожалуйста, первую главу Колоссянам. Я так благодарна Богу, что Он в последнее время акцентирует это местописание, потому что если мы получим о Нем откровение, изменится наш образ жизни. Вы скажете, когда я родился свыше, мой образ жизни изменился. Если вы не измените свой образ мышления, вы не измените свой образ жизни даже после рождения свыше. Аминь. Когда мы понимаем определенные вещи правильно, меняется наш подход к трудностям, противостоянию, к Богом данным поручениям. Аминь. Мы прежде цитировали заявление брата Орла Робертса. Каждый день чудеса либо идут к вам, либо идут мимо вас. Задумайтесь об этом. Каждый день чудеса идут к вам или идут мимо вас. Заметьте, не от чуда зависит, остановится ли оно, от того, кто нуждается в чуде. Зависит, остановится ли чудотворная сила возле него. Как же сделать так, чтобы чудотворная сила Божья не прошла мимо нас, но пришла в нашу нужду? Точно так же, как слепой Вартимей. Он услышал, что идет Иисус, и он начал взывать. И он взывал так, что его невозможно было проигнорировать. Если никто в вашем окружении, среди ваших близких, не знает, во что вы верите, вы неправильно взываете. Когда вы едете за рулем, вы можете провозглашать то, о чем вы верите. Если ваш супруг не знает, о чем вы стоите в вере, вы делаете что-то не так. Потому что слепой Вартимей очень четко дал Иисусу знать, где он и чего он от него хочет. И все зеваки по соседству его услышали. На самом деле это их настолько раздражало, что они говорили ему замолчать. Знаете, почему они его слышали? Потому что сами не взывали. Давайте устроим соревнование. Кто сильнее вас зовет? Пусть наша вера движется с такой силой, что я взываю с такой жаждой и целеустремленностью, что даже не слышу мысли волнения. Аминь. Мне так нравится, что сказал один служитель. Он пастор, думаю, крупнейшей церкви в мире. И он сказал, ну, наверное, дьявол мне противостоит. Я просто не замечал. То есть, я настолько занят тем, для чего я рожден, что Бог делает в моей жизни, что Бог говорит в моей жизни, что Бог сказал мне делать, что у меня просто не остается времени, чтобы замечать и уделять внимание словам и угрозам дьявола. Аминь. Аминь. Утверждение брата Орла Робертса «Каждый день чудеса либо идут к вам, либо проходят мимо вас», показывает нам кое-что важное о Боге и его силе. Его сила постоянно двигается. Бог никогда не перестает двигаться. Так часто люди молятся, чтобы Бог двигался, а все, что им нужно сделать, это осознать Его движение и сказать, «Я здесь, сила остановится для Меня». Почему? Потому что они взывают, они знают, что сила присутствует, и она им доступна. Когда слепой Вартимей услышал о том, что Иисус идет этим путем, Вартимей сказал, «Он не пройдет мимо меня». Аминь. Заметьте, Иисус не направлялся, не шел к слепому Вартимею. Слепой Вартимей просто был у этой дороги, на пути, которым шел Иисус. И его зов остановил движение Сына Божьего. Он не пошел дальше, а мог пройти мимо. Единственное, что его остановило, это решимость слепого Вартимея быть услышанным. Аминь. Аллилуйя. Когда вы настроены решительно, что Бог услышит вашу веру, и что Его движущаяся сила услышит вашу веру, аминь, чудеса будут останавливаться в вашей жизни, а не проходить мимо вас. Аминь. Обратите внимание, Бог идет туда, куда Его зовет вера. Люди ждут, чтобы Бог их нашел и обрушил на них что-то, что восполнит их нужды, но Бог идет туда, куда Его зовет вера. Аминь. Многие этого не понимают и просто ждут, чтобы Бог явился, а Он ждет, чтобы вы воспользовались тем, что Он сделал вашим, и сказали, «Ответ, в котором я нуждаюсь, приди прямо сейчас». Приди прямо сейчас. Аминь. Слава Господу! Когда мы правильно мыслим, мы правильно получаем. Мы не получаем того, в чем мы нуждаемся, из-за того, что мы не мыслим правильно, а потому не верим правильно, не говорим правильно, не взываем правильно. Аминь. То, что вам принадлежит, необходимо позвать. У кого из вас есть домашние животные? У меня две собаки. Они довольно хорошо, нет, очень хорошо прибегают ко мне. Но бывает, они находятся не там, где я. И если я хочу, чтобы они пришли, где бы они ни находились, и даже если я не вижу, где они, мне нужно просто позвать. Если я буду звать достаточно долго, они прибегут. Как долго нужно звать? Все зависит от того, насколько далеко вы оттолкнули обеспечение своими словами. Если мы говорим неправильно, мы отталкиваем ответ, мы отталкиваем обеспечение от себя. Но когда мы зовем, оно начинает двигаться к нам. Я знаю, что у меня две собаки. И если я зову и приходит только одна, я продолжу звать, пока все не придут. Аминь. Ваша вера способна верить больше, чем в одну вещь одновременно. Продолжайте звать, пока не придет все обеспечение, все ответы на ваши нужды. Аминь. И не ждите, чтобы Бог просто пришел и принес все в вашу жизнь, в ответ на вашу нужду. Вот тебе посылка, вот тебе обеспечение, вот то, в чем ты нуждался. Нет, вы позовите. Другими словами, Бог дает нам разрешение инициировать его движение. Аминь. Он постоянно двигается. Чего же он ищет? Библия говорит, что очи Господа обозревают всю землю, ища, кого поддержать. Он ищет кого-то, кто знает, что он двигается. Многие ждут, чтобы он двигался. То есть не знают. Он всегда двигается. Он всегда двигается. Аминь. И в его движении наша помощь. В его движении наше обеспечение. В его движении ответы на каждую нашу нужду. Аминь. Его чудотворная сила ждет, чтобы вы позвали. Аминь. Вы не просто жертва обстоятельств. Мы решаем. Мы решаем, придет ли чудо в нашу жизнь или нет. Это в наших руках. Аминь. Слава Господу. И чтобы получить результаты, нам необходимо правильно мыслить. Неправильное мышление помешает нам получить необходимые результаты и обеспечения для нашей жизни. Есть основной неправильный образ мышления, распознав и справившись с которым, мы на самом деле начнем жить жизнью, предназначенной нам Богом. Прочитаем Колоссянам 1, 12. Столько людей неправильно думают об этом месте Писания и не понимают, что нам в нем показано. Но мы должны позаботиться о том, чтобы правильно мыслить, чтобы мы могли принять и ходить во свете всего, что оно нам показывает. Колоссянам 1, 12. Благодаря Отца. Почему мы Его благодарим? Сделавшего нас способными быть участниками в наследии святых во свете. Заметьте. Когда мы благодарим, мы становимся участниками. Благодаря Отца, сделавшего нас способными стать участниками наследия. Есть наследие, которое принадлежит абсолютно каждому Божьему ребенку. При рождении свыше мы стали Его детьми, а Он нашим отцом. И то, что принадлежит отцу, принадлежит и ребенку. Помните, в истории о блудном сыне, что отец сказал старшему сыну? «Все мое твое». «Все мое твое». Так выглядит наше положение, наша позиция перед нашим отцом. Все, что принадлежит ему, он сделал нашим. Без правильного мышления об этом, мы будем пытаться заполучить что-то, что Он уже сделал нашим. Это недостаток ведения. А обеспечение не может прийти на недостаток ведения. Обеспечение не приходит на невежество. Аминь. Итак, в этом месте Писания сказано «Благодаря Отца, сделавшего нас способными быть участниками в наследии святых во свете». Недостаточно того, что наследие нам принадлежит. Бог говорит нам, как стать его участниками, чтобы оно проявилось в нашей жизни, проявилось в наших финансах, проявилось в наших телах, проявилось в нашем жизненном пути. Потому что, имея наследие, но не зная, как получить к Нему доступ, придется обходиться без Него. Итак, тут сказано, что нам нужно благодарить Отца из-за того, что мы что-то знаем и понимаем. Он сделал нас способными быть участниками. Аминь. Не просто владельцами наследия, а приобщиться к Нему, быть участниками. Участниками. Голодному недостаточно стоять перед витриной пекарни и видеть, что есть в наличии. Если он не сможет до этого дотянуться, он останется голодным. Ваше наследие выставлено на показ в Слове Божьем. Вам показано все это ваше. Но недостаточно, чтобы наследие было вам показано и дано в собственность. Приобщайтесь, пользуйтесь, вкушайте, берите, участвуйте. Благодаря Отца, сделавшего нас способными быть участниками в наследии святых во свете. Обратите внимание, свет Слова означает откровение Слова. Свет Слова означает понимание Слова. Как же нам стать участниками? Мы не будем участвовать, пока не поймем, что содержится в нашем наследии. Когда мы поймем, что нам принадлежит, у нас будет вера, чтобы протянуть руку веры, взять и начать пользоваться тем, что нам принадлежит. Какую позицию следует занять человеку, понимающему, какое наследие ему принадлежит, и решающему им воспользоваться? Какую позицию следует ему занять? Первые же слова говорят нам «благодарить Отца». Аминь. «Благодарить». Я не пытаюсь заставить Бога что-то сделать. Я благодарю Его за то, что Он уже дал наследие. И потому я решаю предпринять шаги, чтобы получить свою часть. И эти шаги заключаются в благодарности. Аминь. Далее это местописание описывает, что включено в наше наследие. Избавившего нас. Он избавил нас. Нам не нужно освобождаться. Он уже избавил нас от власти тьмы. Заметьте. Все, что из царства дьявола – это власть тьмы. Все, что вредит, причиняет боль, крадет, убивает. Все, что лишает вас чего-то, из царства тьмы. Страх, сомнение, неверие, преткновение, горечь, непрощение, недостаток, симптомы. От всего этого мы избавлены. Разве не это здесь сказано «избавившего»? Тут можно добавить слово «уже». Уже избавившего нас от власти тьмы. Заметьте. Все, что из царства дьявола, больше не имеет над вами власти. Это не имеет никакой силы в нашей жизни. Аминь. Не может господствовать над нами. Разве что, если мы не знаем, что у всего этого больше нет над нами власти. Если люди думают, что у них нет права ходить в свободе, они будут постоянно пытаться освободиться. Я обожаю свидетельства Папы Хейгена. Я часто на него ссылаюсь. Нам важно часто возвращаться к некоторым из этих свидетельств, потому что в них мы можем найти для себя ответы. Мы можем найти в них помощь и напоминание. Как вы знаете, Папа Хейген на смертном одре был исцелен от неизлечимой болезни сердца, когда ему было 17 лет. Он поверил Богу, и Бог ответил на его веру и поднял его с одра смерти. И когда он уже ездил и исполнял свое служение, он остановился дома у одного из пасторов, в церкви которого он проповедовал. И посреди ночи к нему вернулись симптомы болезни сердца. Это произошло лет через 20 после его исцеления. Симптомы болезни сердца вернулись к нему. И он просто натянул одеяло себе на голову посреди ночи и начал смеяться. Просто выбрал смеяться. Ему не было смешно, но он просто начал смеяться. Это называется облечься во Христа. Облечься. Аминь. Если вы не чувствуете правильные вещи, просто наденьте их на себя. Что же правильно? Правильный образ мышления. Облекитесь в него. Когда вы чувствуете что-то неправильное, уж лучше наденьте обновленный разум. Облекитесь в правильное мышление. Итак, он натянул одеяло на голову, чтобы не мешать никому в доме, и начал смеяться. И дьявол сказал ему, над чем ты смеешься? И он ответил, ты сказал, что я не исцелюсь. И дьявол сказал, да. Это как раз тот раз, когда ты не получишь свое исцеление. Посмотрите на хитроумность этих слов. Дьявол будет играть с вами в словесные игры, и если вы его на этом не поймаете, вы пострадаете от этого. Родители, ваши дети когда-то пытались хитрить словами? И если вы их на этом не поймаете, они возьмут верх. Итак, он сказал, ты говоришь, что это тот раз, когда я не получу свое исцеление. И дьявол говорит, вот именно. Это тот раз, когда ты не получишь свое исцеление. Но он не попался на эти слова и сказал, дьявол, мне не нужно получать исцеление. Зачем мне получать исцеление? Иисус уже его для меня получил. Если бы он соскользнул в неправильное мышление, подумал, что смеется, пытаясь заполучить свое исцеление, он бы никогда не принял силу. Но поскольку он правильно думал, он был способен принять ту силу, которая была ему доступна. Мы не пытаемся заполучить свободу от власти тьмы. Это местописание говорит, что он уже избавил нас от власти тьмы. У тьмы больше нет власти надо мной. Люди говорят, но почему же я чувствую такую тьму? Потому что вы еще не согласились с тем, что у нее нет власти над вами. А потому вы сдаетесь ощущениям, которые она подкидывает, сдаетесь тому, что она навязывает, сдаетесь тревожным мыслям. Аминь. Как только вы согласитесь с Богом, борьба закончится. Вы понимаете это? Как только вы согласитесь с Богом, борьба закончится. И я не говорю об умственном согласии. Я говорю о внутреннем согласии, когда ваше сердце ухватилось за это. Я вижу, я теперь вижу это. У сил тьмы больше нет никакой власти надо мной. Я свободен от царства тьмы, с ним покончено. А это значит, с меня хватит, я больше не буду мириться с симптомами. Симптомы приходят, а вы... Нет, 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 нет. Изнутри вы говорите, нет, не выйдет. Попытаются ли те вещи, от которых вы избавлены, к вам вернуться? Есть ли у них на это право? Если есть невежество. Дьявол действует через невежество. И он рассчитывает на невежество людей в том, чтобы выполнить свой план. Когда мы не в невежестве, он не способен выполнить свой план в нашей жизни. Аминь. Родители, вы замечали? Если вы не пребываете в неведении о том, что ваши дети замыслили, они вас не проведут. Но если вы в неведении о том, что они пытаются провернуть, это может сойти им с рук. Так, когда мы находимся в неведении о стратегиях врага, он принесет в нашу жизнь то, чему там не место, что нам не принадлежит, что никогда не должно быть в нашей жизни. Невежество – его входная дверь. Аминь. Поэтому, когда мы понимаем правильные вещи, мы участвуем в правильных вещах. Так часто христиане участвуют в недостатке, потому что они не понимают, что они уже избавлены от власти и недостатка. Аминь. Люди думают, что если бы пришли деньги, они бы избавились от власти и недостатка. Вы свободны не из-за денег, а потому, что Иисус избавил вас от царства и недостатка. Аминь. Итак, Он уже избавил нас от власти и тьмы. Хотя бы иногда подумайте об этом перед сном. Я уже избавлен от депрессии. Я не пытаюсь освободиться. Я уже избавлен от этого страха одиночества, от страха темноты, от страха полетов. Я прекратил бояться того, что может произойти в будущем. Я покончил с этим. Я уже избавлен от этого. Вы должны осознавать и говорить, что вы уже избавлены пред лицом того, что пытается вас обмануть. Вам нужно осознать, что вы уже избавлен от этого. Таким образом, вы перестанете пытаться заполучить то, что уже ваше, и начнете занимать свое место в свободе. Когда возникают какие-то обстоятельства, которые требуют от вас непредвиденных расходов, не надо перед сном говорить, «О, Боже, о, Боже, я этого не ожидал! О, Боже, сделай с этим что-то! Мне срочно нужны эти деньги!» Идите спать, осознавая, я уже избавлен от чего угодно, что говорит мне, что я не получу свой ответ. Когда мой муж ушел домой к Господу, я получила толстенный конверт с налогами, который надо было оплатить. Кто-то из вас когда-то получал эти любовные послания? Еще до того, как я открыла конверт, я его подняла и сказала ему то, что я знаю. Я не просто говорила с Богом, я говорила с собой, чтобы когда я увижу, что в конверте, я не дрогнула и не поколебалась в своих мыслях. Это битва веры. Приводить свои слова, свой образ мышления в полное соответствие с тем, что говорит Бог. «Итак, я подняла этот большой конверт и сказала, «Отец, я этого не ожидала, но это не застигло тебя врасплох. Обеспечение уже приготовлено для того, что у меня в руке. Все уже готово. И я хочу, чтобы ты знал, я принимаю то, что уже приготовлено для меня. Я принимаю это. Я принимаю это не потому, что деньги пришли. Я принимаю это из-за того, что я знаю. Принимаем мы сердцем, а не в физическом мире». Именно так многие упускают суть веры. Люди думают, если я верю, что получаю что-то от Бога, это значит, что это уже проявилось. Нет, я делаю это сердцем. Я верю в то, что Он сказал, то, что Он уже обеспечил, больше, чем я верю в противостояние или нужду, которая появилась. Поэтому еще до того, как я открыла конверт, я сказала, «Я хочу, чтобы ты знал, я верю, что у тебя уже есть обеспечение для этого. И я соглашаюсь с тем, что ты уже совершил. И своим духом, своим сердцем я это принимаю. И из-за того, что я это принимаю, этому придется появиться. Этому придется прийти». И когда я открыла это письмо, я была так рада, что я уже высказалась, потому что там было много налей. В конечном итоге все свелось лишь к малой доле первичной суммы. Они все снижали и снижали ее. Я не звонила им, не надоедала им. Я просто постоянно получала уведомления, что сумма все ниже и ниже и ниже и ниже. Часто люди думают, что когда Бог двигается, обязательно деньги приходят. Он умеет стирать долги. Аминь. В конечном итоге мне пришлось заплатить лишь малую долю. Видите, если бы я вышла на арену мыслей, думала бы об этом. Думала и думала и думала. Я была бы встревожена и упустила бы свое обеспечение. Идите спать и просыпайтесь со сознанием. Я уже избавлен от всего, что из царства тьмы. Мне не нужно трудиться, чтобы освободиться от этого. Мне не нужно пытаться стать от этого свободным. Просто нужно верить, что я от этого свободен и говорить. Аминь. Аллилуйя. Он уже избавил нас от власти тьмы. И я обожаю то, что сказано в 13 стихе. И уже перенес нас в царство возлюбленного Сына Своего. Мы принадлежим другому царству. Мы принадлежим другой системе. Мы принадлежим совершенно другому потоку. Я говорю, мы принадлежим совершенно другому потоку. Бог не просто избавил нас от чего-то неправильного. Он ввел нас в самое лучшее. Аминь. Когда Бог избавил народ свой из Египта, Он не просто пытался их вывести из чего-то. Он намеревался ввести их во что-то. Это они не последовали за Ним туда. Они вышли из неправильного места, но никогда не вошли в полноту того, что Он обеспечил, потому что не хотели войти. Вы должны не только знать, что вы вышли, вы также должны знать, что вы вошли. Я вышла из-под владычества царства тьмы, и я вошла в царство возлюбленного Сына Его, царство обеспечения. Я уже в Нем. Я не пытаюсь войти в обеспечение. Я не пытаюсь войти в исцеление. Я не пытаюсь войти в здоровье. Я не пытаюсь войти в мир. Я не пытаюсь войти в радость. Я уже в этом царстве. Аллелуя. Это обо мне. Я вышла и вошла. Аминь. С этим пониманием вы будете жить по-другому. Аминь. Кто из вас скажет, я уже избавлен и я уже введен во что-то великое? Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт doframeministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.